Все, пойдем на ужин теперь. А куда мы пойдем на ужин? Лед, как идем? Да так же опять, как обычно. Там мы ходили, теперь опять так. Тогда пошли как обычно. А может так пойдем? Через Бухарский дворец? Мы тогда не дойдем. Долго мы придем, вообще уже закроется все. Сейчас как раз идти, тут минут сколько? 15-20, да? Ну вот как раз. Какой минут 15-20? Че? Минут 16-26, 21, а минут 16-21. Тут хоть ветра нету, чувствуешь как-то бензинка. А тут там вообще невозможно идти просто. Там прям как этот сифон какой-то. Так, ну здесь-то мы уже ходили и много раз. Наверное, я буду выключать здесь камеру. Включу ее уже туда поближе. к этой столовке. Посмотрим, какой ужин. Ты деньги взял? Ну деньги, карточку имеешь в виду. А, ну да. Она в смартфоне у меня. Ага, ну все. Она же тут, да, лежит. Ага, тут просто я без всего, без сумки. Понятно. Люда говорит, на ужин люля. Люля из курицы. Ну, я не знаю, я что-то не голодный до сих пор. Посмотрим, что там еще есть. Вот правильно сейчас. Вот тут, понимаешь как, тут все заточено под правильное питание. Все по режиму должно быть. Поздный ужин не должен быть. Как раз вот до семи поели, и все, и до ночи уже не надо ничего кушать. Все. Люд, это я давно знаю. Ну. Просто ты когда смотришь телевизор, что-то очень интересное. Особенно когда, я не знаю, ты поздно. А нечего поздно спать ложиться, нужно раньше ложиться спать. Да я на вахте даже. Целый день нормально. Днем там чай садимся пить, я могу без печенек там обойтись, без конфеток. Но вот вечером, вот хочется что-то пожрать вкусное, понимаешь? Понимаю. Что-то хочется пожевать. Особенно домой с вахтой, когда приезжаю, и то, и шоколадку, и печеньки, и булли. Хорошо, я сейчас в печенек слез. Вот на шоколад присел. Шоколада я сколько жрал сейчас. И на вахту я с собой брал, и домой приезжаю. И так эти, как их, десерты какие-нибудь хочется там. Пирожные, тортики, плюшки, ватрушки. Меньше разговаривай. Все-таки попили воду, а воздух холодный. Слушай, ну, ногам пипец просто. Болят? Да, болят. И у меня тоже. Вот вверх вроде шел не так, а вниз вот прям. По всей длине ноги ощущается, да? Да нет, не по всей, вот ниже колена, вот там, как ты называла это, голеностоп. У меня везде уже ощущается, у меня вся нога. Что-то мне уже это, надоедает. Ходить? Ну, в одни и те же места. Все время вот это одно и то же место, воду пить. Но это, понимаю, надо, да, делать. Но мне хочется в другие, там, в кисловод съездить. Ну, поедем, поедем в кисловод. В Ессентуках я вообще ни разу не был. Ну, там особо делать нечего. Вот в Пятигорске, слава богу, мы туда. В Ессентуке, маленький городочек, там особо нечего. Сюда, куда идет дорога? Ой, не знаю. Ни разу мы сюда не ходили. Слушай, она, по-моему, выходит туда, где мы там по центральной лестнице выходили. И она ее пересекает, наверное, да? Наверное. Ну, пойдем, сходим. А то мы уже сейчас придем. И по центральной этой спустимся, да? Ну, пошли, да. Потому что мы все время здесь ходим. Я вот тут побылась. О, бля. Зато вперед люди. Ля-ля-ля. А то что-то мы так бодро взяли шаг, он уже, он видно, нашит. Да. Получается, 10 минут еще рано. Вот, а здесь зато, смотри, чуть-чуть в горочку пошли. И я уже боли в ногах не ощущаю, вот этой, когда вот вниз идешь. Кот. А внизу кто? Птичка. Кто? Птичка. Птичка. На хвосте. Кот. Сидит, у нее перышко. Лапа. А тут ветер будет сейчас. Так, здесь мы еще не ходили. Вот туда, туда, туда спускались, вот туда уходили. Слушай, везде скворечники вот над это, над тропинкой. Я тебе говорю, значит, это скворцы были сегодня утром. Вот эти черненькие такие. Может, это и есть скворцы? Может быть, я просто не знаю, как они выглядят. Вот интернет-помощь. Ну, а что скворечники только до скворцов? Что там, другие птички не живут? Ну, а почему скворечник его и назвали? В основном, наверное, скворцы-то и живут. Не знаю. Что-то мы как-то далеко. Что? Далеко пошли. Да, я тебе говорю, мы теперь на центральную лестницу аж уйдем. Ничего себе, потом далеко идти будет. Да, потом там спустимся и пойдем опять. Как бы нам не прозевать ужин. А он до скольки? До семи, я уже сколько раз тебе сказала. До семи совсем, до семи. А уже седьмой час. Да, все, конечно. Тогда шаг бодрый. Раз, два, раз, два. Не могу уже так быстро. А он наверху, какое-то строение. Не было бы времени валом. И людок не ныло бы. Я тоже туда полез бы, наверное, туда наверх слазил бы. Слушай, а тут что-то тоже было. Смотри, ступеньки все обрушилось. Видишь, подъем туда какой-то идет. Вижу. Может, сделают. Отремонтируют. Вот, и на чем я остановился-то? Ессентуга, говорю, ни разу не был. Там тоже как это город, да? Он еще самый маленький поселок из всех этих. Маленький поселок. А он чем славится? Вот там тоже вода. Тут тоже стихи. Слушай, это пушкинская, наверное, это пушкинский теренкур. Наверное. Красавица. Это, по-моему, у Пушкина же все есть. Я не буду читать стихи эти. В крови горит огонь желания. В крови горит огонь желания Пушкина. Лед, ты же знаешь. 1830. Это он кому-то же посвящал все. Скажите, пожалуйста, а вот это вот, куда выйдет, ведет вот эта вот тропа? Тропа идет, ну не знаю, на санаторий идет. А как, куда там выйти? В город будет какой-то спуск? Там на центральный. Это будет видно, это большая. Вот видите, здесь. Ага. Хорошо, спасибо. А тут рыбка золотая у лавочки. А там был кот Базилиова? Нет. Или, подожди, кот, кто еще? Кот ученый есть. Кот ученый, наверное. А это золотая рыбка. Слушай, а там дальше будет старуха у разбитого корыта. Нет, у разбитого корыта. Лед, я тебе говорю, мы выйдем на центральную эту. Либо можно тут напрямик скатиться к тому этому. Нет, там, наверное, нельзя выйти. Это же санаторий вот этот, который 5 звезд. Я вот за тот проход говорил, видишь, нету суда. Я думал, оттуда трассы свернуть. И думал, сюда где-то будет дорожка. Нет. В итоге мы дойдем сейчас опять, где мы подымались. Здесь опять будут стихи. Ты и вы. Тоже ей же. Вот. Я же тебе говорил. Это русалка. Ну, только русалка. Нет. А потом она выйдет за Ивана-дурака замуж. И станет старухой у разбитого корыта. Какие ты... Фу, как он... Что такое? Фу, да прошел он, мужчина. И как накурил. Надымил. А вот какие-то старые лестницы были, видишь? Ага. И там был подъем на ту крышу прям. Проход на вот то здание. Вот вся площадь. Можно было пройти по бетонной плите. Она обрушенная там уже. Уже не пройдешь. Вот спуск. А вот какая-то тропиночка есть. Да вот я не знаю. Ну, что-то не хочется мне сейчас туда идти. А можно было бы там пройти, пройти. И мы куда-то вышли, наверное. Вот еще тут стихи. Тут везде стихи Пушкина. Это теренкур Пушкина, точно. Можно было пройти бы. А куда бы мы вышли? Вот не знаю только. Вот именно. И тоже не знаю. Куда бы мы вышли? А, ты знаешь, что? Вон туда бы мы вышли. Ну да. Пошли. Пойдем. А то сейчас придется так долго идти. Сейчас. Надо же. Люда, как. Какая смелая женщина. На какой этот шаг. А то она туда не хочет. Туда не хочет. Все, давай клубочком сворачиваемся и покатились. Что за ряды тут? Какие-то торговые ряды. Торговые ряды, наверное, какие-то, да? Вот тоже какое-то старое здание. Раньше что-то было там. Сейчас запустим. Вот. Насколько мы спустились уже. Что тут? Закрыто? Закрыто. Слушай, их, мне кажется, недавно вообще поставили. Это готовят павильоны. Да, к лету. Сейчас, к сезону. Может, туда еще как-то пойти срезать? Видишь, где люди идут? Пойдем. Подожди, тут ступеньки есть? Есть. Смотри, какая лавочка. Две лавочки. Красивые. А вот там, куда спуск идет. Подожди. Сейчас вы спросите. Да нам-то возвращаться все равно туда. И нам надо выйти на улицу Ленина. Мы сейчас срежем просто. Или мы выйдем опять, где там поднимались? Наверное. А мы к улице Ленина вот так выйдем как-то? Чтобы вот туда, на трассу? Да, вот так вот. Потому что мы сейчас туда выйдем на центральную лестницу, что поднимается, да? Да. В парк. А нам же надо в ту сторону. Мы пойдем на ту сторону. Это центральная лестница, она поднимается в парк и спускается к Ленину. Мы по ней поднялись, пошли туда. Мы там уже спускались по тому спуску. Туда мы там раньше жили. Сегодня мы переехали в другую квартиру. А теперь столовая там у нас. Мы хотим покушать. А теперь думаем, сейчас если так пойдем, это крюк получится. Почему у нас там же столовая новая? Нет, она не новая. Там вот этот санаторий и столовая на водах, что ли? Называется. При санаторий. При санаторий. Там очень вкусно. Вы знаете, мы там сегодня были, обедали. Это очень вкусно и очень диетически. Нет, улица Ленина 9. Это какой-то у нас, у нас Ленина 8 гостиница. А, ну вот мы на 8 и жили. Мы сегодня оттуда съехали. Да. Рафаэль. Рафаэль? Да. Мы как-то уже на столовом. Мы как-то уже на ручке. Нет, 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 нет. Вы про Рафаэль говорите? Нет, нет. Это напротив. Рафаэль это вот этот спа-отель. Нет. То через дорогу. Нет, нет, нет. Он прям напротив. Там вывески даже никакой нет. Мы сегодня тоже туда подошли. А там внутрь нужно зайти. Очень маленькая столовая. На две небольшие комнатки. Очень вкусно. Вот мы ели. А мы сейчас проводим. А пойдемте с нами? Да, с проводим и глянем. Где они так прям вкусно едят. Может и поужинать. Там ужин до семи. На ужин сегодня люля. Люля из курицы и макароны и салат. А смотри, вот тут можно спуститься и на улицу Ленина выйти. Давай. Я думаю, нет, Володь. Это санаторий на территории. Смотри, вот-вот-вот, и ты прям на улицу выходишь. Потому что мы там ходили, а там через дорогу что? Володь, пошли тут. Не надо. Нет, нет. Там санаторий пустят. Не надо. Пойдемте здесь лучше. Да нет. Я прочитала. Мы все равно там идем. Нет, тут можно пройти, не без проблем. Я прочитала про эту столовую. Тоже в отзывах там писали. И вот мы сегодня там взяли овощной суп. Он на воде, но он настолько вкусный. Говорю, в жизни я такой не ела овощную суп. Я сама готовлю, и такого не получалось никогда. Потом было на второй там у них гарниры. Ну, знаете, вот ассортимент обыкновенный. Ну, все очень вкусно приготовлено. Такой вот. Вот. И они говорят, у нас все лечебное. У нас пятый стол. Я говорю, какие вы молодцы. Я вот так и хочу. Там салатик был винегрет. Котлета говяжья на пару. Очень вкусная тоже. Вот мы вот это вот взяли. Он с картошкой. Картошка запеченная. Просто одну котлету с винегретом. И еще там отвар шиповника есть, компот и сухофрукт. И такая красивая выпечка. Он ел. Я не стала. Я все худею. Вот. А там ни одной вывески нет вообще. Если бы я не прочитала, я бы в жизни не узнала о ней. А еще в усиление мы съехали. Ну, знаете, там не понравилось вообще. Ужасно. Ну, как-то. Ужасно. Комнатушка вот так усенькая, маленькая. Вообще просто разместиться негде. Там место, там видно, была лоджия раньше. А из нее сделали как бы кухонька. Да ну. И вообще, честно говоря, так, знаете, так пахнет. Каждый год приезжает там вроде как и нормально. Нет. Так пахнет тараканами. Вот честно. Мы сейчас сняли квартиру. За те же деньги. Кухня огромная. Прихожая огромная. В современном доме. За те же деньги. Тут мы 2000 за сутки. Да, и мы так же. И там 2000. И там где? Шикарная квартира в новом доме. Новый дом. Кухня, телевизор, спальня, телевизор. 50 квадратов комната. Ой, квартира однокомнатная. Большая кухня, большая комната. Все очень новое, чистое. Балкон. Нужно выйти через балкон на кухню, пройти. Они как соединяют. А где это примерно? Ленина 49. Единственное. Мы заранее бронировали. Единственное, что это скажу. Они сказали, что это сейчас у них еще старые цены. А летние у них 3000. Вот. Ну, вы знаете, ну, прям человеком себя чувствуешь. И чисто все. Здесь прям какой-то... А особенно заходишь в этот подъезд, заняет кошками. Ой, это невозможно. Ой, я насколько... Я насколько такой, ну, думаю, непривередливый. Люди говорю, ну, что снимешь, мне пофигу. Но когда мы сюда приехали, думаю, елки-палки, ужас. Не знаю, не понравилось. Тяжело. У нас еще вещей мы... А? Я... Так, вышли мы опять вот этот перекресток. Нет, а здесь тоже не так. Когда мы жили на Ленина 49, оттуда выходили. Она получается чуть-чуть прямо от центральной лестницы. Вот теперь мы... И все. Тут только единственное, здесь вот так идешь на источник, а там, получается, по центральной лестнице. Ну, немножечко дальше, 5 минут, может быть, и это... Там пойдем, да? Ну, пошли-пошли там. Просто через дорогу перебегать тогда будем, да? И вот прям так понравилось. А то я, честно говоря, вчера, господи, так все, так все тут прям... А где вы тут нашли? В смысле, в интернете? Нет, нет, в интернете я на Авито. Мы в Астрахани еще были дома, когда. На Авито я смотрела. И одну квартиру просто... Вот, где мы сейчас заселились, сегодня переехали. Она занята была. С сегодняшнего дня она только освобождалась. Вот, и нам надо было двое суток где-то перекантоваться. И вот это вот нашли. Думаю, двое суток потерпим как-нибудь. Просто у нас, видите, так вообще выбор квартир огромный. А у нас все собака. А у нас собачка. И нас не везде берут. Она сейчас дома ждет, мы ее погуляли, выгуляли. Бася сидит, жди. Просто она у нас уже старенькая. Раньше, когда она была молодая, она с нами везде ходила. Все везде, это тоже интересно. А сейчас она уже 12 лет. Единственное, в Абхазию мы ее брали. И уже, конечно, ей тяжело. Она уже не может, она уже старенькая. У нее уже сердце, у нее целый год уже каждый день ей дают сердечные препараты. Там все. То есть мы уже ее бережем. Короче, как с человеком. Да. Она как член семьи у нас. Да больше, чем член. Ой, да. Как уйдет так. Я не знаю, сколько рыкаешь. Ой, да я вот это, об этом думаю. И вообще для меня это страшно. Самое страшное. Не знаю. А я ему все время думаю, ну хватит ты. Вообще. Так жизнь устроена, что у них такой век, короче, чем у нас. Ну она же с нами живет в самом таком прекрасном состоянии. Замечательно. Ну что теперь сделаешь? Ну вот так. Вот где-то можно догадаться, что там столовая есть. Там вообще ничего не написано. Так, подходим к переходу. Вот женщинам заодно покажем столовую. Тоже заинтересовались. Тут ходить вообще вам удобно прямо через дорогу. Может им понравится, будут ходить кушать сюда. Ну, к нашему дому тоже здесь минут 8 идти туда. А сколько у нас там еще? Да? Нет, а все равно воды выпил, через полчаса нужно кушать. Потом покушал, через час опять воду пить. Поэтому, конечно. У нас какая-то страна, да? Не знаю, у меня сестра доктором сказала, нам так сказали, так пьешь. Я, ну, все, пойдем. Пойдемте. Ну, мы с собой берем и потом еще вот через час пьем. Просто нас мало дней. Мы всего недели. Ой, молодцы. Я вообще мечтаю, чтобы проехать в санаторий вообще хочу. Чтобы на месте все процедуры, вода, вот так не таскаться. Но у нас собака, и это невозможно. Проходите. Проходите. Добрый вечер. Мы в столовую. Мы в столовую. Спасибо. Спасибо. Спасибо.